Видимо, лучше сегодня на моей поехать. 26-й подключился. Посвящаю этот холодный пуск Оливеру. Субтитры подогнал «Симон» и иероглиф. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» иероглиф. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» иероглиф. Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там какое-то вообще болото, жесть. В принципе, вот правое колесо было. Вот где-то по колено, я тут лучше не могу встать, что много надо. А так здесь, в принципе, вот такая колья. Ну, а что, так просто побаловаться захотелось. Да нормально. Блокировочку включил. Ну, даже были моменты, я думал, что отсюда я не смогу. Да, был момент. Вот тут уже такой, как бы, перевал. Ну, просто надо понимать, что вот сейчас плюс два, и это все максимально мокрый снег. Вчера шел дождь целый день. То есть он прям такой, ну, прям, это вода. Ну, выехали, конечно, да. Вон тут, это, чиркал. Ну, я уже тут думал, на крайняк уже тебя зацепим. С клюшками чисто здесь чиркал. Вот здесь. Ну, и вы бы меня на заднем приводе не вытащили. Никаким образом. У меня лебедка все равно есть. Хоть я все оборудование, абсолютно все вытащил из багажника. У меня еще ничего нету. Но лебедка была, столб был. Значит, веселье удалось. Ну, тут тоже, наверное, не было. Сапогов нету, чтобы так, кстати, показать. Потому что это не самое глубокое место. В самом глубоком там вода туда. Вот тут сапога. Коток начинается. Ну, здесь вытекает, потому что там какое-то сливное отверстие было, видимо, заварено, когда пороги переваривали. Сделали новое сливное отверстие. Типа, ну, то, что там набирается, оно вытекает. Это да. Но, как бы, у меня и здесь вода стоит. Я опять не понимаю, откуда она здесь. Потому что дыроки никаких, где нету. Поэтому это всё, видимо, долго не проживёт. И я устал с этим бороться. Я не понимаю. О, нифига себе тема. Ну, это корпус от печки дополнительной, которую я тоже хочу установить. Но, прежде чем мы его установим. Или это в двери вода. Да. Короче, надо вот с этим разобраться, чтобы просто в салоне не было воды. Всё абсолютно герметично. Всё было заварено, заделано несколько раз. Сейчас всё протравлено, промазано, замазано специальной хернёй. Но это вот вода. И тряпки у меня на пыльной. Такая вот печаль. Ну, здесь какая-то новая сливная дырка, которую мы делали, работает. Но сам факт в том, что вода в пороге откуда-то берётся. Я не совсем понимаю, с кем мы сливили. Проблема вся в том, что у меня очень хороший мастер. Он классный кузовщик. Он много кастомных решений делал. В том числе новые пороги усиленные. Мы оба с ним не знаем всю систему, всё устройство. Вот здесь сливных отверстий ещё. То есть вот откуда сейчас вода появилась в багажнике. Окей, я заехал в глубокий снег, побуксовал. Здесь абсолютно всё заварено, всё протравлено, всё прокрашено. Нету ни одной дырочки. То есть в этом была вся суть всех работ и на что я ввалил кучу денег. И вот как бы, собственно, ну вот такой результат. Поэтому я здесь вижу единственный вариант поставить обратно салон и продать её. Ну за 20 она стоит, за 15. Может кто-то захочет потерять своих 5000 денег. Но как бы я не знаю, что дальше делать. Единственный вариант найти какой-то сервис, который специализируется на этих машинах. Ну а что они мне скажут, откуда может вода попадать в багажник вот сюда, когда всё как бы заварено. Просто какие-то или полости, или что есть с отверстиями. Здесь нету никаких потёков, чтобы прям вода текла. Вот полностью разобрана машина. Хорошо, что я не положил шумоизоляцию. Что у меня просто закончились деньги. Я хотел ещё установить дополнительную печку. Так, ну мы пока выехали, конечно, машину в движении иду снимать. Вот снимаем машину в движении, но это плавно переходит в обзор, который мы завтра хотели заснять. Ну, снимем. Привет всем зрителям нашего канала. Любителям оффроуда, внедорожной техники, старых машин. Сегодня мы с вами встречаемся во второй части моей эпопеи с моей любимой машиной. С Toyota Land Cruiser 80. Более подробно можно узнать, что было сделано в первой серии. Но давайте так вкратце пройдёмся. Наверняка вы не захотите переходить, смотреть первую серию, что там было, что происходило. Вкратце пробежимся по истории. И через неделю, примерно в четверг, в середине февраля, 24-го года, будет ровно год, как я купил машину Land Cruiser Toyota 80-й кузов, 96-й год. 4,2 дизель атмосферный, как оказалось, был свап, я этого не знал. Максимальная комплектация, все блокировки, кожа, электрический салон, подогревы сидений, электрический люк, круиз-контроль и так далее. Первая часть видео закончилась на том, какие мои были планы на будущее с этой машиной. Давайте в двух словах расскажу, что было сделано, чтобы вам не переходить на первую часть, вот это всё вспоминать. В общем, снимали мы это видео где-то в августе месяце, 23-го года. На тот момент у меня ушло примерно 8-10 тысяч евро в постройку этой машины. Она была сама куплена за 7700. Что было сделано, рама с кузовом отделились, рама была в хорошем очень состоянии, рама уехала в пескоструй. Соответственно, в кузове переварили пороги, снизу всё, что было некрасиво, сделали, переварили, замазали. Рама после пескоструя была обработана, несколько слоёв покрасили раптором. Эти все фотографии, всё подробно описано в первом ролике про эту машину. Просто напомнить вновь прибывшим, так сказать. И тем, кому лень будет смотреть первую, кто не видел первую, в общем, решил восстановить такую интересную машину. Очень мне понравилось. По двигателю было поменено такое всё в плане обслуживания, что нужно менять. То есть ГРМ, помпа, термостат, свечи накала, все масла, все фильтра. И, собственно, генератор был новый, тоже заменён на 140 ампер, если я правильно помню. Два новых аккумулятора поставили, поставили лебёдку новую. Давайте сейчас подсказочку открою, чтобы не повторяться. Также все ролики в двигателе поменяли приводные ремни, тормоза перед, зад, диски, колодки, ремкомплекты суппортов, колодки ручника, новый регулятор давления тормозов, все новые тормозные трубки, все тормозные шланги, 7 штук, буксы стабилизатора, все плюс косточки, наконечники, 4 штуки, рулевые, сальник коленвала, задний кардан, передняя, задняя крестовина, датчик уровня топлива, новый генератор говорил, новая антенна, все подушки кузова к раме, 16 штук, втулки в подушке рамы, подушки двигателя, подушка коробки, передние подшипники два, там, почему, два комплекта написано, ремкомплекты порогов говорил, весь новый сварили выхлоп из нержавейки, крылья восстанавливались так, что два крыла купили, и два моих крыла из четырех крыльев, как бы, слепили два более-менее адекватных, потому что найти нержавые крылья в нашем регионе, в нашей стране было невозможно. Лифт плюс два с половиной дюйма, пружинами и амортизаторами, потому что аморты были здесь родные, уставшие древние, пружины были, как бы, сломаны, так что одна передняя, одна задняя, тоже парами надо было менять. Этот весь комплект был вместе с рулевым демпфером, заказан XT, 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 XT Pro, XT, мотив, что-то такое, из Италии, то, что получилось найти. Все новые втулки полиуретановые пошли в подвеску, шноркель, лебедка, сказал, 13 тысяч, четыре проушины грузовых приварили, передние, получается, через крепление лебедки, задние, через крепление дополнительного, то есть, там, крюк, вот, через крепление крюка к раме туда приварили. Проушины вот такие, можете посмотреть, 5,3 тонны, сапуны все выведены, новая 35-я резина, ну, сейчас уже чуть-чуть другая, расскажу дальше. Ну, тут по мелочам записаны новые гайки, непиля, новые ковры, омывайка стекла сделана, не работала, антикоррозийка, полностью сделана на раму, на кузов, датчик уровня топлива тоже не работал, тоже сделали. На этом мы остановились, на этом закончилось первое видео. Дальше мои планы были такие, что я разобрал салон, потому что у меня в салон откуда-то текла вода, скорее всего, я думал, это лобовое. Машина была с разобранным салоном, дальше мои планы были такие, поменять лобовое, скорее всего, надо было варить рамку, потом все это сделать красиво шумоизоляцией, поставить музыку, собрать салон обратно и кайфовать. Что получилось в итоге? Переходим ко второй части. Сюда вмешалась жизнь и обычные жизненные обстоятельства. На первом видео, когда еще снимали, я еще работал на прежней работе. Буквально через 2-3 недели меня сократили, с той работы как бы небольшой кризис у нас в стране, и мне пришлось искать новую работу. Новую работу я нашел быстро, с этим проблем не было. Но у меня очень сильно поменялся график. Во-первых, до этого я работал судовым агентом, так скажем, отступление. У меня днем я был очень часто свободен. Я мог ездить до сервиса куда-то, привозить детали, общаться с людьми, перевозить машину с одного сервиса в другой. Хоть ежедневно, для меня не составляло никаких проблем. Также у меня была рабочая машина всегда под задом. Мог прыгнуть, поехать на рабочий, то есть спокойно проблем не было. Скажем так, у меня была машина на повседнев рабочая, и у меня был проект Видео-он-Крузера, которым я мог заниматься. Он мог стоять неделями в разных сервисах, я мог его перегонять, и в принципе у меня нужды не было. Я спокойно им занимался. Из-за смены работы у меня, естественно, больше не стало моей рабочей машины. Лэнд-Крузер стал моей машиной на повседнев. И стал я работать по графику с 8 до 5. Ну, потом перешел с 9 до 6, с начальством договорился. И вот теперь в двух словах, что из этого получилось. И каково живется с этой машиной на повседнев, когда вы обычным офисным планктоном ездите на 80-ке на работу, пытаетесь при этом ее как-то совершенствовать, чинить, улучшать, перегонять с одного сервиса в другой, когда сервисы работают в том же графике, что и вы с 8 до 5. И скажу я вам, это очень печально. В общем, наши отношения с Лэнд-Крузером из конфетно-букетного периода и стадии влюбленности перешли в октябре 23-го года в обычную бутовуху. Мне пришлось ездить на нем на работу каждый день. И самое печальное, кроме протекающего лобового стекла и то, что у меня все это лилось в салон дело, оказалось в том, что у меня недостаточно хорошо грела печка. Печка не грела, скажем честно, вообще. Ко всем специалистам, сервисам, куда я заезжал, все трогали, крутили краник, говорили, краник в порядке, там что-то другое, дело не в этом. В общем, надо разбираться, в общем, все не так просто. То есть он поворачивается. Обычная проблема в том, что кран, который стоит под капотом, который открывает, закрывает поток охлаждающей жидкости по контуру салона, он заедает и перестает работать. Все трогали, там идет обычный тросик, то есть дергали в салоне, тросик работает, открывает, закрывает кран, все в порядке, как бы надо копать дальше, никто не знал, в чем проблема. Плюс дико, опять же, лилась вода в салон, салон заливало, все, что мы делали, переваривали, и опять обрастал ржавчиной. И, в принципе, я покатался неделю на новую работу на этой машине и отвез ее в сервис. Дальше стал ездить на автобусе. В сервис я поехал по совету моего механика, конкретно с электрикой. Решили смотреть там сам моторчик печки. Плюс был такой глюк мной замечен, что когда нажимаю на кнопку стеклоподъемника, почему-то печка переставала, то есть не переставала, а начинала дуть в два раза слабже. И как-то дворники тоже медленно, подозрительно работали. В общем, я подумал, что где-то что-то коротит, что-то по электрике здесь тоже не так. И так оно и оказалось. В сервисе по электрике я попросил, чтобы мне сделали, наконец-то, центральный замок, чтобы он работал. Кстати, он работает. Чуть позже заснимем, покажу сблизи. Все мелкие косяки по электрике я тоже хотел сделать. Хотел, чтобы у меня появился, наконец-то, круиз. Хотел, чтобы у меня заработал люк, правое сидение. Из того, что я помню, отдельно сделать блокировку центрального дифференциала, это тоже возможно. Ну, скажем, сейчас так не вспомню. Еще, по-моему, датчик воды в топливном фильтре и датчик давления масла, который загорается просто лампочкой сигнальной. Это все тоже не работало. Плюс что-то еще. На это все ушло примерно два месяца, потому что по электрике человек занимался, скажем, в свое свободное время, вечером после работы, иначе мне бы это обошлось в целое состояние. В итоге по электрике перелопатили абсолютно все. Все провода восстанавливали практически с нуля. Проводку ее заново изолировали, потому что вся проводка была зеленая после воды. На нее вода лилась несколько лет, так же, как и на пол водительских ног. Все лилось под торпеду с лобового стекла. На провода, там просто половина проводов были перебиты, зеленые, естественно, там все коротило, на кузов ничего нормально не работало. Из всего списка, что я попросил, по итогу не получилось сделать правое сидение. Про это я уже читал, я догадывался. Там просто шестеренку уже все грани слезало. То есть там просто механическая проблема. Подогревы сидений мне сказали, что просто сами нагревающие элементы уже не работают. По люку сказали, что в электрике проблем нет. Это чисто механический люк не работает, не двигается заевший. По круизу, опять же, за того, что двигатель другой, там другая фишка. Это они сделать не успели, не смогли. В общем, на следующий раз осталось. Еще забыл сказать, хотел подключить электроантенну, которая выезжает, заезжает такая, как должна быть с завода. Я ее нашел, купил. Там нужно было снимать крыло. Тоже как-то получилось, что антенна оказалась в другом сервисе, пока я туда-сюда возил машину. Ну, сделали самое основное, центральный замок, концевики, стал загораться свет в салоне, все двери стали открываться, закрываться. И частично сделали печку. Там меняли тросик, больше никаких замыканий на кузов не было, вся проводка восстановлена. Но, когда я машину забрал, печка все равно не дула теплым. Ушло несколько месяцев, там на это пока все восстанавливали. Поехал в другой сервис, где машину изначально собирали, с той же проблемой. Говорю, Олег, так и так, вот печка не дует. В общем, Олегу хватило примерно, наверное, пару часов. Проблема оказалась проще. Сам этот краник, он поворачивался, но внутри он был сломан, и внутри не менялось абсолютно ничего. Он всегда был в закрытом положении, а снаружи он поворачивался. Поэтому все, что меняли тросики, не тросики, это все, в принципе, было бесполезно. Новый краник только с Арабских Эмиратов я нашел. Решил его не заказывать на случай, если придется еще что-то оттуда заказывать, потому что это опять несколько недель ждать, потом платить таможенные пошлины из-за одного краника, как бы больше я его нигде не нашел. Вставили прямую трубку, вроде бы проблема решилась. Тут воспользуюсь еще раз подсказкой, потому что я дальше повез машину опять коллегу. Что было сделано? То есть то, что я до этого перечислил, это октябрь-декабрь 2023 года, вся электрика, январь-февраль 2024 года, ну вот буквально пару недель назад машину забрал. Печку сделали, проблему частично решили, то есть она стала греть лучше. Поменяли крышку радиатора, новый амортизатор багажника капота, это все мелочи. Левый задний брызговик, кстати, нашли, на старом видео посмотрите, машина была без этого брызговика. Заварили внутри, сзади багажник. Здесь я тоже показывал, были места, где были дырки в багажнике, то есть здесь абсолютно все, все мелочи, которые были внутри салона, салон был разобран, это все абсолютно заварили, обработали, залили антикором, то есть как бы проблем быть никаких не должно. Короче, вот эта резинка, она вся изнутри по шву вот это вот мокрое. всю эту воду там, эта вся вода течет сюда и капает. Опять. Лобовое поменяли, заварили рамку всю, скину фотографии, добавим в это видео, то есть там нужна была все-таки сварка, рамку восстанавливали, новое лобовое, новую резинку. Крепление глушителя переделали, он больше не бьет, там тоже восстановили, все сделали, как с завода, он больше не трясется, не бьется об раму. Плюс, гофру заварили тоже новую, поставили нержавейку, теперь весь выхлоп абсолютно нержавеющий. Тогда гофра стекла, тоже в прошлом видео говорил. Сделали новые пороги. В машину было очень удобно садиться, сделали кастомные пороги, покрасили, закрасили их раптором. 42 труба на 2,5 мм, потек у меня гидроусилитель, на одном единственном оффроуде, пока на нем выезжал, там трубку поменяли, в принципе проблем нет. Сделали ручной газ, такую на себя выдергивается, кнопка держит обороты. Очень приятная тема, тоже хотел. Ну и машина вся изнутри, обработана антикуром. На этом мы остановились, и дальше встал вопрос, что делать дальше? У меня разобран весь кузов, куда мы идем? Ребята, совсем забыл рассказать. В период с октября по февраль машина кочевала с одного сервиса в другой, но я решил купить зимнюю резину. Здесь надо сделать отдельное наступление. У меня была МТ, Сайлун Тирамакс, 35 дюймов, на 15 дисках, 35 на 12,5 на 15, самый распространенный размер. Зимой я предпочитаю нормальную зимнюю резину. Чтобы найти нормальную зимнюю резину, 35, как минимум, нужно купить 16 диски. На 15 диске я ничего абсолютно не нашел, была на 16, Yoko Gama, 315, 75, 16, MS, без шипов, ламельная. То есть, ну, практически 35, это 34,5 по факту. Для нее пришлось найти диски. Диски нашел оригинальные тойотовские 8 дюймов в ширину, то есть хорошие православные железки, 8 дюймов в ширину, нулевой вылет. Грех было ставить с новой классной резиной старые ржавые диски. Отдал в пескоструй, отдал в покраску, чтобы, опять же, все было красиво по фэншую, в черный покрасили, от пескоструили, диски оказались ровные, классные, то есть диски 300 евро, покраска пескоструй, по-моему, 120 за комплект, 420 резину, я не нашел никакую вообще поддержанную, и пришлось покупать новую, Yokogama Ice Guard G075, 1000 евро комплект. Ну, это вот, скажем, отдельное отступление, сейчас он как раз на этой резине, на этих дисках, проехал я примерно 100 километров, или 200 на ней, потому что на этой резине он тоже, по большей части, стоял в разных сервисах, и ничего не могу сказать, на льду она, на голом льду, как, в принципе, и шипованная, не тормозит особо, но так, после МТшки, на дороге, конечно, поприятней. Да, пока вспомнил, давайте по ценам пройдемся, вся электрика, восстановление проводки полностью, насколько это было возможно, центральный замок, концевики, датчик воды в топливе, датчик давления масла, что-то еще, что-то еще, примерно 700 евро. А, отдельно, отдельно включение центральной блокировки, центрального дифференциала, отдельно теперь работает понижайка, отдельно с кнопки, в общем, все вместе, примерно 700 евро. Резина, 1000, диски 300, восстановление дисков, в 420, ну, примерно, с установкой, там, около 1500, это получается, 1500, и 700, 2200, поправьте в комментариях, мои подсчеты, холодно, голова не работает, такой, морозная сегодня, погода хорошая, солнечная, и, новое стекло, новая рамка, новая резинка, плюс все, что я сказал по механике, плюс, в багажнике все заварили, обработали все изнутри, плюс пороги с раптором, все это, естественно, делалось руками, никаких тут готовых решений не было, ну, кроме как стекло с резинкой, еще 1000 евро. после полугодового, большого опять ремонта, восстановления, с одного сервиса, там по электрике, потом в другой, кузовня, лобовое, в феврале, пару недель назад, я счастливый, довольный, приезжаю, забираю машину, в промежутке, я заезжал к механику, посмотрел, что он полностью разобрал, весь багажник, все ниши, все полости, чтобы все конкретно обработать, все заварить, все где, я попросил его, не собирать это все обратно, почему, я думаю, ну, как можно не поставить дополнительный фен, как можно не поставить инвертор, когда у меня все открыто, то есть, по идее, в правильном порядке, я поставлю дополнительную печку, инвертор, потом все это заделаю шумоизоляцией, сюда же, естественно, добавится музыка, и как бы тогда, уже было бы логично собирать салон, потому что некоторые люди специально все разбирают, чтобы установить эти допы, эти плюшки, они мне подвернулись, новые, по очень хорошей цене, печка 149, естественно, это Китай, инвертор, по-моему, еще 50, печка 5-киловаттная, инвертор 2,6 киловатта, захотел установить их, проблема оказалась в том, что мой механик уходит на операцию, он сможет этим заняться только в начале апреля, чтобы вы понимали, сейчас середину февраля мы это снимаем, и как бы опять встал вопрос, или все собирать как есть, или уже делать красиво и по фэншую, пока салон разобран, надо этим воспользоваться, надо все установить, как бы чтобы было красиво, поехал в другие сервисы, они сказали эту печку в крыло не поставить, никуда не поставить, ее можно просто прикрутить в угол багажника, как бы, что мне в принципе не подходит, потому что я хотел куда-то спрятать, в общем, кроме моего человека, никто не может осуществить то, что я хочу, я понял, и в таком положении, как бы я и остался, пока что на данный момент, пока не произошло одно но, будет вставка, скину видео, позавчера пошел дождь, я посмотрел, лобовое стекло, по нижней рамке, по новой резинке, оно все протекает, то есть это раз, это опять мне надо связываться с фирмой, которая эту установку делала, там разбираться, будут они менять, не будут, сначала там маленькие капли были, механик сказал, что это конденсат, машина изнутри вся сырая, потом я ездил со включенной печкой, это оказался не конденсат, естественно, по нижней резинке все течет, вчера поехали снимать машину в ходу, тоже вставки будут, даже здесь можно увидеть, еще небольшие, в общем, заехал в глубокий снег, и у меня просто вода в багажнике, какие-то брызги, непонятно откуда, вода там в промежутке, где канавка возле дверей, тоже, хотя абсолютно все заварено, кузовня сделана, и вот на этом моменте я решил, что я больше этой машиной заниматься не хочу, простите меня все владельцы лэнд-крузеров, там кто-то скажет, вот опять там, ну это на камеру жалуется, но у меня закончилась вся мотивация, деньги, скажем, уже даже дело не в деньгах, сколько на нее уходит постоянно, я просто не понимаю, откуда может браться опять вода в салоне, и моя самая большая претензия в том, что я бился за этот кузов, хотел его максимально сохранить, все переваривалось, обрабатывалось, все делалось красиво по фэншую, и по электрике уже тоже все сделано, но это какая-то машина, нельзя говорить это слово на ютубе, сразу банда идут, машина, которая хочет себя истребить, скажем так, потому что в нее опять хлещет вода, слабового, ну понятно дело, но непонятно, будут это переделывать или нет, в багажник опять откуда-то она залетает, и там по левым дверям, тоже вот в этой канавке, где лежат все провода, опять была вода, то есть 1-2 года, и опять можно всю кузовню переваривать, и опять можно восстанавливать всю проводку, по кругу, я этим заниматься не собираюсь, хорошо, что я не поставил шумоизоляцию, не собрал обратно салон, потому что это все снизу бы туда попадало, и уже бы гнило, по крайней мере, сейчас на голом металле я все это вижу, пока не понимаю, что с этим делать, но честно, я с этим делать ничего не хочу, просто вчера машину закинул там на фейсбук, в местную группу по оффроуду, она у меня как бы стояла на продаже, пассивно продавалась, особо желающих не было, но я написал, что предлагаете любую цену, и в принципе я готов ее отдать за любую цену, даже там минус 5000 евро себе в карман, но скажем, скажем так, вот, все, съемка пошла, так, третья часть, в общем, лирика, рассуждение, про что забыл сказать, друзья, товарищи, сидение, сидение, ну, где-то будет проскакивать видосики, там, вставки, может быть, отдельно заснимем, в общем, водительское сидение в клочья, пассажирское сидение, более-менее, сидение от, получаются топовые, высшая комплектация, это кожа, электро, плюс подпоры, электрические регулируются, плюс подогрев сидений, за восстановление сидений, минимум, мне предложили, тысячу евро, от тысячи до 1200 евро, это все обойдется, но это печально, потому что таких больше сидений, других никаких, найти, естественно, не получится, у кого я узнавал, это были дырявые, тряпочные, механические, без подогрева, и их отдавали, в принципе, за 600, по-моему, если я правильно помню, по поводу кожи, и максимальной комплектации, я спросил, на местной разборке, дядька сказал, так, что, один раз в жизни видел, через день их забрали, они были тоже все рваные, и, в принципе, за тысячу евро ушли, это я к чему, мне дешевле сюда поставить, сиденье от Audi S6, Recaro, я нашел, два передних за 300 евро, то есть, два сиденья 300 евро, Recaro нерваные, естественно, электро, естественно, с подогревами, но, хотелось бы сохранить аутентичность этой машины, во-первых, во-вторых, техосмотр, могут быть вопросы, если сиденья сильно отличаются, и бросаются в глаза, если они не с этой машины, в-третьих, это надо переваривать салазки, это надо что-то опять придумывать, отрезать, варить, а такое оставлять, ну, тоже как-то глупо, просто я хотел этим заняться, на момент, пока мой механик восстанавливается после операции, то есть, хотя бы там сделать сиденье, чтобы уже он потом поставил печку, инвертор, за это время найти, кто сможет сделать шумоизоляцию, и как бы все это параллельно сделать, и собрать машину, но вот опять же, то, что я до этого рассказывал, вмешалась ситуация, обстоятельства, что, ну, я понял, пока нет смысла салон этот собирать, пока откуда-то сюда льется вода еще, ну, лобовое понятно, другие места под большим вопросом, и о чем я хотел вообще сказать и порассуждать, если, вот иногда так случается, происходят какие-то обстоятельства в жизни, что-то у тебя не складывается, вот мне пришлось менять работу, и я стал обычным, скажем так, человеком, в кавычках, работающим с 8 до 5, и это моя единственная машина, в таком случае, при таких раскладах, к сожалению, этой машиной пользоваться невозможно, потому что я в понедельник погоню его, сервис будут менять, там, наконечник полуоси, сервис работает с 8 до 5, я работаю с 9 до 6, то есть, мне надо перед своей работой, на час раньше, в другой конец города ехать, оставлять машину там, ну, сами знаете, наверное, может быть, кто-то и часто сталкивался с этим, я просто столкнулся, вот впервые, мне некогда заниматься машиной, я работаю тоже в сервисе теперь, и я работаю так же, как работают другие, то есть, я буду, вот, в 8 утра по пробкам, потом на такси, или на каршеринге, или на автобусах добираться, на свою работу, в этот же день я машину забрать не смогу, если что-то нужно привезти, какие-то запчасти, детали, или что-то обсудить, вот буквально подъехать, какой-то вопрос, у меня так очень часто было, у кого старая машина, они знают, что, когда ты присутствуешь при ремонте, при каких-то там, более объемных работах, это очень важно, чтобы ты мог всегда подскочить, что-то обсудить, привезти какую-то деталь, что-то вот здесь мы делаем так, или здесь, или с человеком постоянно быть на связи, которая тебе машина-то делает, у меня такой возможности больше нету, к сожалению, у вас такой возможности не будет тоже, если вы точно так же работаете, это вот я, вообще про целесообразность, ландкрузера в 2024 году, если это не ваша проектная машина, вы всегда мечтали о ней, и вы хотите ее как единственную купить, это должна быть вторая, третья машина, вам должно быть, на чем ездить, до сервиса, в котором стоит этот ландкрузер, в котором вы его восстанавливаете, и я эту машину в этот же день забрать тоже не смогу, я поеду во вторник, то есть мы вот в воскресенье снимаем, в понедельник я его повезу, оставлю там, во вторник опять за час перед работой, я поеду на другой конец города, опять там каршеринг такси, забирать эту, там, ландкрузер, и потом опять на нем, на свою работу, через весь город, вот, примерно так, кто-то скажет, это логично, оно так и есть, но просто вот я делюсь, я работал на другой работе, у меня была запасная машина, как бы я мог заниматься любыми проектами, проблем у меня никаких не было, в плане единственной машины на повседнев, с обычной офисной работой, там, с 8 до 5, к сожалению, эта машина не имеет права на существование, в современном мире, если у вас какой-то там свой бизнес, своя работа, есть вторая, третья машина в семье, скажем, у меня тоже, вот, у моей женщины, моей жены, можно сказать, есть своя машина, тоже внедорожник, она меня очень часто куда-то подвозит, по моим делам, по ремонтам, но это не может продолжаться бесконечно, как бы мне надо все равно на чем-то передвигаться, второй вариант, купить еще какой-то поджоб, но за сколько, за тысячу, за полторы, за две тысячи евро, то есть там тоже надо будет что-то делать, он, к сожалению, тоже может сломаться, то есть тут очень сложно, такого идеального варианта нету, и последняя такая мысль, чтобы более лаконичное видео получилось по сравнению с предыдущим, вообще, в целом, про Land Cruiser, про повседнев, у меня был день рождения 7 ноября, мне подарили, деньги, в общем, хотел я часы купить, все знали, мне подарили денег, я свои добавил, купил себе механические часы, давно мечтал, на каком-то канале слышал, что там после каких-то там ядерных апокалипсисов, естественно, ни одна электрика, электроника не сможет работать, после облучения, после всего, только настоящие механические вещи, скажем, переживут апокалипсис, например, такие, как механические часы, что якобы они надежные, прочные, и их очень сложно сломать, плюс они работают не от батарейки, я подумал, блин, это же так классно, это практически, как обмануть систему, знаете, да, все-таки на пятой, немного громко без салона ехать, это практически лайфхак, обмануть систему, купить часы, на которых не надо менять батарейку, которые супер прочные, надежные, и, скажем, переживут там какие-то там облучения, вот это вот все, и по аналогии, я потом задумался, то же самое и Land Cruiser, ты когда его покупаешь, когда я его покупал, я думал, что это именно та машина, которая переживет любой апокалипсис, она полностью механическая, у нее механические ТНВД, она вся такая вот кондовая, скажем так, с древними технологиями, от этого она надежная, от этого вроде как в ней особо нечего ремонтировать, и если там дойдет до ремонта, то это будет максимально простой ремонт, который в любом сервисе сделают, и ты сможешь на ней поехать в любое место, куда угодно попасть, в общем, такая машина, которая тебя не бросит, то же самое я думал про механические часы, но потом в повседневном использовании они оказались не такие удобные, как, допустим, часы обычные на батарейке, и как смарт-часы, то есть я бы, о, кстати, какой красавец, девяностик поехал, я бы провел такую аналогию, что смарт-часы современные, это как современные электромобили, гибридные машины, они вроде невзрачные, это такой, как девушки называют, масс-маркет, то есть они есть у всех, они везде продаются, их очень легко купить, они тебе не западут в душу, они не имеют абсолютно никакой стоимости на вторичном рынке, то есть это просто ширпотреб, попользовался, выкинул, то же самое с смарт-часами, у меня были смарт-часы, мне их было не жалко использовать, я с ними ходил в баню, мне их вообще дали в комплекте с телефоном, я за них даже не платил, они относительно удобные на повседнев, они легкие, они тебе передают всю нужную информацию, ну, сами знаете, у кого часы есть, но они абсолютно никакие, в них нету какого-то такого вот характера, чего-то интересного, они невзрачные, они все одинаковые, черные, точно так же, как и все современные машины, невзрачные, черные, безликие, ненужные, попользовался, гарантия, выкинул, купил следующую, часы на батарейках, не механические, но такие уже, у меня были Тесот на батарейке, они более интересные, но это можно вот отнести к машинам, которые 10 лет назад были, то есть, допустим, 200-й Крузак, это что-то такое, и удобное на повседнев, и не сильно ломуча, и в принципе, такой идеальный вариант, но душа же требует какой-то романтики, и вот есть Land Cruiser 80, полностью механический, есть полностью механические часы, вот они, моя гордость и моя любовь, но вы представляете, механические часы нужно обслуживать, это факт, я был очень удивлен, раз в 5 лет их нужно полностью вскрывать, их нужно отдавать часовому мастеру, он должен их обслуживать, в механических часах, там очень часто даже 3 вида масла используются, оно отличается по вязкости, механизм этих часов необходимо обслуживать, и кроме того, он довольно прихотливый, их нельзя очень сильно бить, ударять, они могут сломаться, это не что-то такое нереально прочное, и по этой же аналогии, то же самое, и такие машины, как Land Cruiser 80, может быть там, Nissan Patrol, что-то из 90-х, там как у нас есть на канале у Паши, BMW E34, это машины, такие с душой, для романтики, но они не такие, какими кажутся, вы не можете купить старую машину, по принципу, что она будет надежной, вот в этом мой посыл, это я хотел сказать, может быть звучит логично, может быть все это знали, но для тех, кто не знал, или тешил себя какими-то представлениями о старых, кондовых, классных тачках, которые ты вот купил, все сделал, и все, и ты можешь больше с ней не париться, она тебя вывезет, с любой ситуации нет, так же, как и механические часы, к сожалению, в современном мире, это романтика, ты должен в это влюбиться, ты должен это полюбить, то есть, то же самое, для меня, там, был такой сомнительный момент, когда, ну, они с автозавода, и скажем, если я в субботу пришел, положил их на полку, то в понедельник, естественно, они не ходят, то есть, это тоже, ну, логично вроде бы, да, причем ты их заводить должен, тоже определенным образом, и вот это вот все, в общем, в повседневной носке, это совсем не то, чем кажется, это не какие-то непробиваемые, классные часы, которые вот с ними ничего не будет, другой раз, я задеваю их об стол, я вздрагиваю, я боюсь, что вдруг там, пружинка, механизм, что-то с этим случится, и то же самое получается с Land Cruiser, что, к сожалению, он, как и многие другие машины такого возраста, которые, естественно, были сделаны супернадежными, суперклассными, в современном мире, в современном мире, в 24-м году, это романтика, их сложно найти, их еще сложнее восстановить, их легко потерять, ну, там, вот это вот все цитаты, невозможно забыть, но не рассчитывайте на то, что вы сможете здесь все обслужить, все сделать, и дальше вы будете ездить спокойно, без каких-то заморочек, потому что они максимально простые, что я не смог победить, стеклоподъемники, вот он поднимается, то есть опускается, он до половины работает нормально, если я сейчас опущу его до конца, я его стеклоподъемником с кнопки поднять не смогу, это известная проблема Land Cruiser 80, вот как раз сейчас остановимся на светофоре, вот примерно так он поднимается, кстати, сейчас еще повезло, он поднимается с кнопки, но это самый лучший расклад, самый худший расклад, когда он вообще не может подняться, и ты его тащишь руками, хотя все разбиралось, смазывалось несколько раз, бесполезно, сюда просто колхозят другие дворники, от других моделей, все что угодно, лобовое, казалось бы, ставится за 15 минут, оно получается не вклеивается, а вставляется на резинки, что может быть проще, вот вставили ребята, которые занимаются только установкой лобовых стекол, новая лобовая, новая резинка течет, ну там вставки будут, дворники, ну, да, у нас там камера стоит, я, конечно же, забыл, хотел показать, суть в том, что они еле двигаются, и опять же, это надо или менять моторчик, или что-то там по электрике, то есть по электрике восстановлено все идеально, наверное, они просто устали, и нужно менять моторчик дворников, ну, наверное, а может быть да, может быть нет, вода, которая попадает в салон, непонятно откуда, непонятно, как эта система устроена, откуда она может здесь вдруг оказаться, может быть, это банально, резинки на дверях, какие-то прокладки надо ставить новые, факт в том, что, скажем, я не могу приехать с этой машиной, и сказать, сделайте мне так, чтобы вот этой проблемы у меня не было, вы можете эту проблему устранить, никто не может устранить проблему, все разводят руками, ну, то есть мы будем искать, мы будем думать, мы будем копаться, и в ходе этого, там опять у вас будет переделано, перелопачено пол машины, и не факт, что эта проблема будет решена, вот, у меня абсолютно со всеми вещами так здесь происходит, может быть, я купил настолько конченную машину, что ее уже невозможно восстановить, там как-то вот это вот что-то, но факт остается фактом, попробуйте в 24-м году найти 80-ку в лучшем состоянии, хотя бы у меня была в порядке рама, спасибо за это, вот, в принципе, и все, мысль такая, в следующем видео про Land Cruiser, если оно будет, раньше, чем эта машина будет полностью собрана, это, скажем так, видео не выйдет, если видео следующее будет, то собранным салоном, и про то, как, скажем, я эту машину победил, и у меня реально больше вода, ниоткуда не попадает в салон, он полностью сухой, веселый, задорный, с шумоизоляцией, с музыкой, в нем приятно ездить, плюс я хочу еще кондиционер сделать, но этого видео может не быть, если эту машину все-таки купят, в видео не про Land Cruiser, хотел бы рассказать про машину своей женщины, у нее Grand Cherokee 2008 года, дизельный, и я бы хотел про него рассказать в качестве альтернативы Land Cruiser 80, если вы любите оффроуд, внедорожники, куда-то поехать, путешествия, конечно, сейчас у меня полетят тапки от владельцев Land Cruiser, потому что скажут, ну, что ты сравниваешь какой-то Grand Cherokee и великую 80-ку, Grand Cherokee не для путешествий, это не огромная машина, это маленький багажник, в нем нельзя спать, это независимая передняя подвеска, да, ребята, да, но задумайтесь над тем, как часто вы находитесь в путешествиях, или на таком бездорожье, где вам реально нужны три блокировки, передний неразрезной мост и все остальные прелести, вот машина, на которой я еду сейчас, я обычный, скажем, офисный работник, который на работу ходит с понедельника по пятницу, у меня 28 дней в году отпуск, поеду ли я в свой отпуск, неизвестно куда, в какие-то далекие дали, где нету связи и цивилизации, один на этой машине, наверное, не поеду, потому что хотя бы нужно найти какую-то компанию, какой-то клуб, собраться с такими же единомышленниками, толпой, это надо организовывать, это целая экспедиция, у меня не было такого опыта, у нас, к сожалению, в нашей стране, в нашем городе, это не очень распространено, есть какие-то пару клубов, есть какие-то компании людей, кто этим занимается, но я там не участвую, мне не найти таких единомышленников, кто толпой машинами поедет куда-то в Африку, и скорее всего, я тоже не смогу это сделать, по разным причинам, как финансовым, так и в принципе, там, у тебя может не быть такого отпуска, или такой длины, или опять же, что-то произойдет, чтобы ты куда-то поехал, именно вот, чтобы она пригодилась, по городу, естественно, на 80-ке ездить, ну, удовольствие сомнительно, есть гораздо более удобные машины, скажем так, эта машина стала жить не в своей среде обитания, это, ну, скажем так, это, не знаю, белый медведь в джунглях, как хотите это называйте, это, человек в резиновых сапогах на праздники, ты не будешь с собой носить в городе топор, ну, потому что, на всякий случай, если вдруг ты окажешься в лесу, то он тебе пригодится, вот примерно аналогия такая, вы понимаете, о чем я, я очень мечтал о путешествиях, об оффроуде, ну, скажем, в эту машину было вложено слишком много сил и денег, чтобы топить ее где-то в лесах, мне ее очень жалко, она стала для меня очень дорогой, как морально, так и, ну, в денежном плане, по поводу экспедиций и далеких путешествий, ну, здесь большой вопрос, если когда-нибудь я до этого дойду и доберусь, будет классно, но для того, чтобы уехать куда-то далеко и получить от этого удовольствие, чтобы насладиться какими-то видами, природой, дорогой, поверьте мне, вот, вам не нужно два неразрезных моста, рама, 35-е колеса, механический ТНВД, при отсутствии кондиционера, управляемости, расходе в 20 плюс литров по городу, там 12 по трассе, это все необязательно, в августе мы ездили в Норвегию, на неделю, то есть ушло у нас 3,5 дня туда-обратно, там сколько-то жили, по работе, и параллельно, как туристы посмотреть на красоту, на самый север, до Нордкапа, путешественники знают, на Тойоте Королла Универсал, да, это было не зимой, не в какие-то метели, не экстремальное путешествие, но мы доехали туда на Королле, сколько будет у меня таких путешествий в жизни, когда мне пригодится весь арсенал этой машины, 3 блокировки и все остальное, хорошо, если одно, пока не знаю, вот мои мысли такие, наверное, опять получится очень много минут, но может быть кто-то там под чаек, под кофеек, под какую-то работу поставит фоном, послушает, может согласиться, может нет, как бы мои мысли такие, вам желаю хорошего дня, огромной удачи, интересных машин, и машин, в которые вы влюбитесь, и которые никогда не захотите продавать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отойди, отойди! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok